Джеймс Уэбб обнаружил привлекательную для человечества планету. Астрономы обнаружили экзопланету практически с тем же диаметром, что и у Земли. Соответственно, на LHS-475B примерно те же гравитационные показатели, а значит и наиболее комфортные условия для существующих вариантов для эмиграции человечества. Космические объекты имеют 99% диаметра Земли и находятся на расстоянии в 40 световых лет от нас. Такую планету-кандидата нельзя было увидеть ранее из-за недостаточного разрешения телескопов. Астрономы уверены, что объект не обладает гнетущей атмосферой, но вот температура планеты аж 300 градусов по Цельсию. Исследователи также подтвердили, что планета поддерживает приливно-отливную орбиту со своей звездой всего два дня. Но поскольку LHS свращается вокруг красного карлика, который производит менее половины энергии нашего Солнца, теоретически он может поддерживать атмосферу. NVIDIA представила нейросеть, которая помогает поддерживать зрительный контакт с камерой. Функция под названием Eye Contact доступна в приложении Broadcast. Компания утверждает, что технология поможет пользователям, которые часто выступают перед камерами и читают текст суфлера. NVIDIA утверждает, что Eye Contact старается сделать так, чтобы цвет симулированных глаз совпадал с цветом реальных глаз. Есть также опция отключения функции в случае, если пользователь находится слишком далеко. Однако сейчас пользователи утверждают, что функция работает крайне нестабильно и зрачки двигаются слишком быстро, из-за чего взгляд спикера выглядит неестественно. Eye Contact пока находится на стадии бета-тестирования, и NVIDIA собирает отзывы, чтобы улучшить ее. Сейчас функция бесплатно доступна всем обладателям RTX видеокарт. Hyundai показала технологию e-Corner, которая позволяет автомобилям парковаться в режиме краба. Каждое колесо оснащено собственным электромотором, способно выворачиваться на 90 градусов, а также ускоряться либо замедляться, независимо от остальных колес. Система специально разработана для гибридных автомобилей, а также электромобилей и машин на новых топливных элементах. В ней используются четыре колесомотора, электронные системы рулевого управления и электронные амортизаторы, интегрированные в каждое колесо, что полностью отличается от традиционного шасси. Каждое колесо может ускоряться, тормозить и управляться независимо. Система полного привода выйдет на новый уровень. Сейчас Hyundai планирует оптимизировать и усовершенствовать технологию, а также внедрить ее до 2025 года. Она будет работать как в легковых, так и в внедорожных моделях авто.